В департаменте образования сообщают, что прошел первый отборочный этап городского поэтического чемпионата среди школьных команд. Конкурс проходит благодаря соглашению о сотрудничестве между Самарским дворцом детского и юношеского творчества, Думой городского округа Самара, Департаментом образования и Самарской областной писательской организации. В этом году он посвящен году народного искусства и нематериального культурного наследия. Уборка снега проходит на всех городских локациях, включая набережную, парки и скверы города, говорится в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. Выходные снег вывозили с улиц Ленинградской и Авроры. Сегодня масштабные работы по расчистке территории областного центра велись на улице Максима Горького. В связи с наступившей оттепелью в администрации железнодорожного района напоминают, что тонкий лед – самая распространенная опасность при плюсовых температурах воздуха. И дают инструкции, как правильно себя вести в критической ситуации на воде. Не паниковать, как можно громче звать на помощь и избавиться от лишней тяжести. Выбираться необходимо ползком. Категорически нельзя вставать и ходить по поврежденному льду. В администрации Самарского района сообщают, что наш регион принял танцевальную эстафету флэш-моба «Россия.Мы». Он направлен в поддержку военнослужащих, которые борются за мир и безопасность нашей страны. Многонациональная Самарская область – пример единения и дружбы народов, говорится в телеграм-канале администрации Самарского района. Субтитры создавал DimaTorzok